Субтитры сделал DimaTorzok В общем, расскажу я вам сегодня о скинах. О скинах в CSGO и вообще, как на скинах и вообще на игре CSGO, да и на других версиях CSGO зарабатывает Gabe Newell. В общем, все знают Gabe Newell, это директор компании Valve. Он не создавал CSGO, он просто директор Valve. Разработчики этой игры совсем другие. И в общем, давайте начнем с этого. В общем, что я сегодня хотел для вас рассказать. Вот как вообще зарабатывает Gabe Newell. Вообще, как он так стал вообще миллионером. У него сейчас 4 миллиона долларов. Вообще, как он заработал такие деньги. Я вам скажу так. Он заработал на скинах, на игре, на покупках и на всякой разной хрени, которую он продает в CS. Например, вот посчитайте, сколько будет одна CS, если одна CS стоит 300 рублей в CSGO. Вот посчитайте, сколько это в долларах. Столько он и зарабатывает. В общем, еще он зарабатывает на скинах, на кейсах, да и вообще то, что есть в CS. Например, сервера. Он держит свой сайт серверов и там выкладывает сервера, чтобы там раскручивались они и все. Но это недоступно в России, потому что это только в Америке. Также сайт есть английский, но если вам будет интересно, зайти на этот сайт. Возможно, вы захотите свой сервер туда добавить. Ну, конечно, там цены средние, не такие, как у нас, но вообще нормальные. В общем, если интересно, там у меня под видео будет ссылка на этот сайт. В общем, вы же понимаете то, что гейб зарабатывает на скинах. То, что вот всякие вот игроки, наверное, каждый игрок там покупал скины за реальные деньги из кейсов в CSGO. Вот, наверное, все так делали, ну, точнее, половина из тех, которые сейчас играют в CS. Например, вот я знаю все глобалы, которые сейчас есть в CSGO, они покупали или, я не знаю, как-то играли по-другому. Ну, точнее, все, которые, я знаю, глобалов, они все покупали кейсы, открывали их и получали скины. Если вы знаете, то скины вообще в CSGO ничего не дают. Это просто для красоты, чтобы вы могли как-то круто поиграть. На самом деле, вообще, скины ничем не помогают вам в игре. Для настоящей крутой игры профессиональной вам всего лишь нужны ваши руки, которые будут прямые, и вы реально будете круто стрелять. Дело не в том, что там есть красивые скины или что-то, ну, хотя, да, так несколько человек делают, вообще, половина всех игроков в CS, просто покупая скины из-за того, что они красивые. Ну, не знаю, зачем вообще это нужно? CS сделано для того, чтобы соревноваться. Соревноваться. Соревноваться с друзьями или, там, команда на команду. В общем, игра это для соревнований. И там, в соревновании, не обязательно какие у вас скины, главное, чтобы победить. Ну, половина игроков не понимает этого. В общем, давайте вернемся вообще в самую даль. И вот я вам расскажу, как вообще зарабатывал гейб, когда еще вышел только Counter-Strike 1.6. А зарабатывал он просто так же на скинах. Вы не поверите, но в CS 1.6 тоже когда-то были скины. И тоже был мониторинг серверов. В общем, скины были сначала, ну, самые простые, но потом их отменили. Ведь они тоже стоили денег и там выкладывались только на сайте. То есть они были не в кейсах, а просто на сайте. Самого гейба и начинающего Стима, компании Valve. Тогда еще Counter-Strike 1.6 не был. Valve это было что-то, ну, что-то типа Half-Life. Но это тоже компания Valve и как бы задумка гейба. Но разрабатывал игру и создавал модели и все остальное не гейб. Это вот самое главное то, что я вам хочу сегодня рассказать. В общем, смотрите, вот что у меня куплено в игре. Это вот керамбит, который мне нравится и перчатки. Я открыл дофига кейсов и получил только вот это, вот все, что вы видите. Да, у меня дофига, у меня полный почти инвентарь в CS. Я собрал все оружие, по несколько штук даже. В общем, я потратился вообще охренеть как дофига. В общем, были скины в CS 1.6. Но потом их убрали и, так как их убрали, гейб решил сделать новую игру. Так как следующие версии были неинтересными, он создал игру под названием Counter-Strike Source. На ней не было чисел и как бы она была круче, чем 1.6. Ведь что-то от нее было как и от 1.6, так и от Go. Как-то вот такая вот середина между двумя этими играми. В общем, дальше в CS Source тоже добавили скины. Они также были без кейсов, но стоили денег. И чтобы их купить, нужно было, ну или круто играть на серверах. За это вам давали оружие. Но это было очень давно. И даже сейчас, если вы поиграете, возможно, вам дадут скины. Хотя Valve этим уже не занимается давно. Ну, смотря какая у вас версия Source будет. Пиратка или лицензия в Steam. Там тоже были скины, но Gabe все равно это все убрал. Он убрал скины и теперь их только можно скачать с интернета. Также для CS 1.6. Но потом, Gabe в 2012 году создал новую игру под названием Counter-Strike Global Offensive. И угадайте, что там добавил первым делом? Конечно же, скины. Но эта игра отличается не просто графикой и вообще совсем все другим. Эта игра отличается тем, что скины теперь есть в кейсах. Кейсы тоже стоят денег. И сами скины стоят совсем уже другие деньги. Вам может выпасть скин, который будет дороже кейса. И вы окупитесь. Кейс или скин может быть средним. Ну, то есть вы можете и не окупить свои затраты. Но еще есть такие скины, которые добавил Gabe совсем недавно. Скины, которые меньше кейса стоят. И как бы это уже что-то неинтересное. Ведь когда вы купили кейс, то есть вы потратили сколько-то денег. И вы просто, получается так, что вы не окупились вообще. Вы пошли даже в минус. И такие скины есть. И они стоят там, ну, может 30 рублей. Может сколько-то так. Вот это реально как-то неправильно. И я бы убрал вообще эти скины. Но, так как скины уже всем надоели. И Gabe хотел их убрать. Он это говорил на одном из своих вопросов. Когда ему задавали. Он сказал, что он уберет скины. Если они совсем не будут популярны. Но, Gabe не убрал скины. Он наоборот добавил еще скины. Гамма-кейс, Гамма-кейс 2. И, в общем, что-то такое. Все равно это кому-то все-таки надоело. И всем уже почти что надоели скины. И тогда Gabe решил добавить что-то новое. Чего не было еще в Counter-Strike. Револьвер. Хотя это было после уже. Точнее до Гамма-кейса. Но все равно. Револьвер был добавлен в игру. Новое оружие. Новые скины. Новые кейсы. Которые лежали револьверы. Нафига револьвер вообще нужен? Он не дает вообще никакой крутизны. И самое такое прикольное. То, что этот револьвер заменяет Desert Eagle. Как вы знаете, Desert Eagle круче, чем револьвер. Это можно проверить. Возможно, я сделаю еще один видеоролик. Где я буду показывать, что револьвер круче. Точнее, не такой уж крутой, как Диггл. Или наоборот, что он круче. В общем, я про это сделаю отдельный видеоролик. Но сейчас я вам рассказываю, как вообще зарабатывают компания Valve и Gabe Newell. В общем, что дальше было. После добавления скинов, кейсов новых, револьвера. Всем это надоело. И Gabe решил сделать кое-что еще. Он добавил граффити. Граффити кому-то понравились, а кому-то нет. Ведь он дал просто бесплатные. Одну граффити бесплатно. Да, вы понимаете, что там все граффити когда-то заканчиваются. То есть, вы покупаете граффити, и они еще могут заканчиваться. То есть, вы получаетесь в минусе. И хотя там они тоже сделали скины специальные для этих граффити. В общем, мне эти граффити не понравились. Зачем ставить платные граффити? Хотя, можно просто поиграть в другие игры, типа Counter-Strike 1.6 и Counter-Strike Source. Ведь там еще граффити были бесплатные. Дальше. Мы идем дальше с вами. А дальше у нас выходит новое обновление. Перчатки. И угадайте, в чем они были? Конечно же, в кейсах. Да, кто-то ждал перчатки. Кто-то думал, что же сделают дальше. Ведь сначала было обновление, просто модели рук просто немного улучшили граффикой. И уже было понятно, что будет какое-то глобальное обновление. Видимо, из глобального обновления это только перчатки. В общем, перчатки тоже не дают никакой крутизны. Это просто перчатки. Самые обычные. Просто они разноцветные. И я бы не советовал их покупать, потому что это, ну, не круто. Проще всего играть со стандартными скинами и тащить. Чем не тащить, но зато со всеми скинами играть. Как-то вот так я вам скажу. Что будет дальше с Counter-Strike, я не знаю. Ведь гейб совсем скатился. И обновления стали выходить какие-то вообще тупые. Исправление каких-то багов. Да и вообще, игра стала вообще забагованной. И глюки постоянно лезут на всех серверах. Не знаю почему, но реально глюки постоянные. И играть с этим сложно стало. Раньше было намного лучше. Поэтому я вам скажу так. Вот была сначала нормальная игра. В нее все играли и даже еще играют. То есть, вообще, самый крутой момент был в CSGO. Это когда в нее играли почти все. Это был год 2015 год. В нее играли почти все. Все знают в CSGO. И все в нее играли тогда. Но потом CSGO просто стали забрасывать. И тогда вот появились всякие разные новые кейсы. Револьвер. Граффити. И даже перчатки. Нафига это надо, я не знаю. Я не удивлюсь, если следующее обновление будет щит. И он тоже будет стоить каких-то денег. Я не знаю, зачем это нужно. Но, возможно, Valve это добавит. Ведь столько уже не выходило нормальное обновление. Ведь за все деньги, которые насобирал Гейб, можно перенести игру CSGO на другой движок. Ну или хотя бы просто сделать новую игру совсем с другим движком. А теперь о новой игре. Когда у Гейба закончатся идеи. И вообще ему нечего будет делать в CSGO. Он создаст новую игру. Ему просто придется. Там он сделает опять отдельные скины, которые будут покупать люди. Возможно сделать какие-то перчатки, граффити и всякую разную хрень. Возможно даже сделать какие-то платные карты для игры. Но хотя мне это как-то не мешает играть. Что какие-то карты просто тупые выходят. Дальше. Кто-то сказал мне, что скоро добавят DDoS 3. Я точно не знаю, добавят ее или нет. Но, наверное, вряд ли. Ведь еще DDoS 3 разрабатывался еще во времена Counter-Strike 1.6. И сейчас он просто не может выйти. Прошло столько лет. И разработчики просто могли миллион таких карт наделать. Но они этого не сделали. Так что вряд ли, наверное, выйдет такая карта. Но даже если она выйдет, то это будет даже очень даже круто. Ведь я жду от DDoS 3, например, совсем другую карту. И чтоб она была бесплатная. Я не знаю, чего придумает дальше Гейб. Но, наверное, что-то, наверное, будет реально интересное. Или просто КС катится до конца. И я просто тоже ее удалю с компьютера. Так же, как Warface. Ну, в общем, я вам все рассказал. И, в общем, самое интересное. То, что сами кейсы и вообще сами скины покупают только одни школьники. Кто вообще об этом знает или знал, то, я не знаю, напишите в комментарии. Потому что это вообще... Я просто... Вот я не знал, потом я вот узнал. Вот это, короче, неправильно. В общем, скины вообще в самой игре CSGO не нужны. Я с ними играю только из-за того, чтобы показать, что я глобал. И да, я глобал. Кто в это не верит или искал меня в стиме, я вам скажу так. Мой ник, ну, точнее, логин в стиме, чтобы найти, ну, бас Алекс Сучков. Добавляйтесь ко мне в стиме, принимаю всех. Сейчас, на данный момент, у меня 512 друзей. И, если вы хотите добавиться, поиграть там или что, добавляйтесь. Играю в CSGO, да, и в разные игры. Я вам могу написать все игры, в которых я играю. В общем, добавляйтесь и все. То есть, я реально глобал, можно проверить это. Ну, и что ж. Вот так вот. Кстати, не забывайте, что скоро будут интересные конкурсы в группе ВКонтакте, ну, бас. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, ну, бас. Пишите комментарии под видео, добавляйтесь ко мне в ВКонтакте. ID 53, 55, 64, 63. Набираю 10 тысяч друзей. Ну, что ж. Вот как-то вот так вот я вам рассказал про эту карту. Про всякие разные обновления будущей, да и вообще о всем другом. И вот еще одно то, что вот в конце видео как бонус вам сейчас покажу. Почему я играю на низких настройках? Вот если вы хотите играть круто, то ставьте низкие настройки. Почему? Потому что на средних настройках такая тень, ну, почти везде. А на низких только в самых таких темных местах. То есть вам проще будет на низких настройках найти врага и убить его. То есть проще начнется играть. Ну, что ж. Надеюсь, я вам как-то помог, наверное, узнать, кто такой Гейб. Как вообще зарабатывает компания Valve. И вообще, если вы что-то не знали, напишите это в комментарии. Я все это... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!